Я прочитаю этот курс небольшой из четырех взаимосвязанных лекций «Проблемы происхождения человека». Стараюсь привлекать самую современную материал на эту тему. Сегодня мы, собственно, человеком-то заниматься не будем. Условное название сегодняшней лекции – «Что такое эволюция?». Для того, чтобы разбираться в дальнейшем с вопросами происхождения конкретных видов, по-моему, с вами вполне конкретный биологический вид, надо иметь хотя бы общее представление о самом процессе эволюции. И здесь надо сразу сказать, что термин «эволюция» – один из многострадаемых терминов в истории российской науки, культуры и так далее. Я думаю, что все без исключения термин «сушит». А теперь давайте попробуем немножко поиграть. Попробуйте предложить определение термина «эволюция». Что бы вы назвали эволюцией? Эволюция – это постепенное изменение видов животных и методов. Видов животных, постепенные изменения. Нормально, за исключением одной вещи. А вы ничего не слышали про эволюцию звезд? А про эволюцию фримутов? А про эволюцию планет? Только ли к животным относится этот термин? Нет, далеко не только. Эволюция называется совершенно определенный вариант развития событий во времена. И далеко не вся последовательность событий будет отвечать этому понятию «эволюция». Ну, пожалуйста, кто может привести такой типовой пример, какой-нибудь последовательность событий, которые эволюцией не являются? Развитие человека. Еще раз. Развитие человека. Нет. Или обвинение. Развитие человека. Вы имеете в виду индивидуальное развитие. Ну, то есть, от рождения до смерти. Да, разумеется, это, конечно, никакая не эволюция. Это совершенно другой процесс, антогенез. К эволюции имеет 125-е отношение. Вверх. Правильно, бессмысленно пробовать применять эволюционные построения к вашей личной жизни. Они просто работают неплохо, они должны работать. Задачка понятна, да? Некая последовательность событий, которая бы не являлась эволюцией. В принципе, любые процессы деградации. Еще раз, подробнее. Любые процессы деградации. Да. Вследствие... Вот это один из городских мифов. Кикстоненных или еще каких-либо. Один из городских мифов, который повис на эволюционном учении прямо с момента его возникновения. Почему-то считается, что эволюция – это всегда развитие от простого к сложному. Ну, чертова. У эволюции совершенно разные пути есть. И если уж говорить про развитие от простого к сложному, то такой тип развития предполагается в концепции Жанна Баптиста Ламарка, которая с точки зрения большинства современных эволюционистов, мягко говоря, не совсем отражает реальность. Хотя, судя по самым последним данным, Ламарк не так и ошибался. Эволюция вовсе не обязательно идет в простом к сложному. Но, вдруг, опять же, нужно уточнить, мы сейчас не говорим об эволюции в общем смысле или об эволюции каких-либо... Определение процесса. То есть, самое общее определение. И, моя просьба, привести пример последовательности событий во времени, которые не были бы эволюцией. Ну, давайте посмотрим вот такой. Есть у нас некоторый остров в океане. На нем происходит извержение вулкана. Ну, в течение, я не знаю, двух недель льется лава, выброс луканических газов, выброс пепла. По окончанию этих двух недель ситуация на острове изменилась. Вот, берем события до начала извержения вулкана и события после извержения вулкана. Но, конечно, незначительные изменения есть? Да, действительно, незначительные изменения. Какая температура лава? Температура лава такая какая? Где? Порядка двух тысяч. То со всеми лесами. Состав вулканических газов, в первую очередь, какие газы идут? Масса ядовитейших оксидов серы, оксидов фосфора и так далее. Да, действительно, небольшие изменения происходят. Просто исчезнет вся высокоорганизованная жизнь на острове. Бактерии, конечно, такими пустяками не вытравишь. А все остальное исчезнет. Лично вот у нас в течение некоторого времени произошел некоторый поток событий. Являются ли эти изменения эволюционными? Так это как раз и есть деградация системы. О, дело в том, что деградация вовсе не обязательно вносит во времени такой взрывной характер. А когда процессы развиваются во времени очень быстро и энергии задействованы очень большие, такие события называются катастрофами. В катастрофе к эволюции отношение имеет 125. Это мы потом с вами немножечко поговорим. По поводу самой модной сейчас в интернетах концепции «Умирание динозавров», знаменитая меловая катастрофа, прилетел астероид, упал, и все динозавры померли. Вот это очень хорошая для домохозяек концепция. Потому что можно снять красивый ролик про падение, можно снять красивые видео про жуткие агонии здравущих и красивых зверей. Потом с вами посмотрим, насколько реально, в принципе, развитие событий по этому сценарию. И что говорят современные данные на интернете? Ну, это процесс. Итак, вот мы с вами первое, что отметили, что вовсе не любая последовательность событий во времени является эволюцией. Это достаточно постепенное, а главное, преемственное. То есть ситуация, когда это состояние А, светлое состояние В, светлое состояние С, светлое состояние Д и так далее. Преемственное является отбывающимся во времени. И вовсе не обязательно эволюция будет носить прогрессивный характер. Одна из первых таких связанных теорий эволюции появляется в самом начале XIX века в Афранции, автор Жан-Баптист Ламарк, один из последних энциклопедистов. Кроме всего прочего, он не только был, но и отец основателя метеорологии и так далее. Очень разносторонний человек был. Но концепция Ламарка никогда не получала широкое распространение. Ни в научных кругах, ни среди общественной публики. Причин здесь несколько разных. Но в частности, одна из этих причин. Ламарк сделал ставку как раз на чисто прогрессивный характер. По Ламарку существует такое свойство неживых организмов. Свойство космоса, которое называется градация. Ламарк здесь ничего нового не выдумал. Начиная от Эристотеля. Представление о том, что когда мир создавался, а все эти концепции стоят на позиции кончистотворенности мира. Этому миру было приписано целый ряд свойств. Допустим, пространство. Допустим, время. Допустим, масса. Ряд свойств, описывающих этот мир. И одно из этих свойств, настолько же изначально, это как раз свойство градация. Или, по-русски говоря, стремление к совершенству. Согласно наличию градации, в смысле, все живые объекты стремятся к совершенству. Признаки градации можно видеть в повседневной жизни сколько угодно. Отлично. Рождается человеческий детеныш. Но что он умеет? А ничего он не умеет. Со временем что будет происходить? А у него будет усложняться и развиваться и строение тела, и его поведение. Затем система накопления личного узнания, навыков и так далее. Типичный вариант градации. Ну, смотрим, может быть, это к человеку относится. Хорошо, берем зерно, бросаем в небо. Если зерно не умирает. Ведь эта система описывает живых организмов. Так что в случае, если оно умерло, просто не рассматривается. Если зерно не умирает, что с ним дальше происходило? Из зерна будет такой организм развиваться. Более простой или сложный, чем зерно? Конечно, более сложный. Сначала ростов, потом более взрослые растения, потом растения будут образовываться в очень сложных органах. И так далее. То есть, градация верная. Берем яйцо. Из яйца углубляет цыпленок. Что более сложное с темой? Яйцо или цыпленок? Ну, интуитивно понятно, что цыпленок сложный яйца. То есть, градация вроде бы очевидна. И согласно Ломарку, он создал такую своеобразную классификацию всех объектов сущего. Самую большую группу он назвал царствами. Поломарковое царство. И он выделил три разных царства. Как раз на основе градации. Первое царство. Объекты, у которых вообще нет этого свойства. Для них не характерны градации. Он их назвал минералами. Итак, первое царство. Поломарковое объекты, имеющие градацию. Минералами. Вторая группа объектов. Объекты, у которых есть. Но касается она только строения тела. То есть, у этих объектов будет происходить усложнение тела. Они стремятся к совершенствованию тела. Растение. И, наконец, третье царство. Объекты, у которых происходит градация и тела, и поведения. Усложняется не только тело, но и поведение. Взаимоотношения с окружающим миром. Поломарковое это последнее царство. Царство животных. Кстати, Ломарк автор термина зоология. Которое он определил, как раз как науку, о вот этом царстве. О царстве животных. Революционная идея Ломарка резко распадается на две практики. На две разные группы. Первая, вот такой традиционный. Вот здесь Ломарк на самом деле почти ничего нового не сказал. Начиная с античных авторов, рассматривалось как раз стремление всех сущих объектов к самосовершенствованию. Считалось, что это просто присущим свойство. Божественное свойство. Ну и поэтому, что здесь дальше говорить? Это вроде как рассуждать о том, что такое время. Или что такое масса. Как это ни парадоксально, в современной физике ведь определения времени нет. Равно как определение массы. Есть простые термины, на основании которых можно определить все остальное. Они лежат в основании всех наук. Допустим, в биологии нет определения вида. Нет и не может быть определения вида. Здесь возможно сдать к вазе определения. Такое составит большой-большой список свойств, перечень свойств. Но это не будет качественным определением явления. Это Ломарка, как у нас выглядит, что-то так сказать. Первоначально существуют, в скопах создаются самые простые на свете существа. Они живы, они уже животные. Но они носят самую простую организацию. Таких существ Ломарк назвал полипами. И отнес к полипам с современной точки зрения абсолютно разных живых существ. По Ломарку полипами являются губки, полипами являются медузы, полипами являются, допустим, гидроиды и так далее. Главный признак полипа. Отдельные органы выделить нельзя, и даже части тела выделить нельзя. Ни головы, ни туловища, вообще ничего. Полипа. А затем? Ну а затем давайте поиграем, как вы думаете. Есть на свете два одинаковых человека. Два одинаковых человека. Есть на свете или нет? Разве что? Да, давайте. Ага. Хорошо. Близнецевые идеи бывают разные. Разнояйцевые близнецы и однояйцевые. Однояйцевые развиваются из одной благотворенной яйцеклетки, которая потом просто распадается на двое, и из каждой из этих двух клеточек строится свое мрёвочек. По идее, генетическая информация в этом случае будет включаться или является точной копией друг друга? Точная копия. Точная копия. Вопрос. Может быть, однояйцевые близнецы, по сути дела, это клоны. Клоны друг друга. Или клоны, искусственно создаваемые человеком. Может быть, они как раз вот, существа абсолютно одинаковые. У кого какие идеи? В жизни разные ситуации, и они для себя в разную информацию плавают, и меняется их поведение. О, ребята, интуитивный ламартист в наших рядах. Да, действительно так. По действиям окружающих условий, адаптивные изменения поведения, даже строение тела, возможно, строение тела по пустяку в пример привести, но человек решил заняться, там, я не знаю, бодибилдингом. И начал качать железо. Скажите, через полгода упорных тренировок изменения в физических признаках у организма произойдет? Да еще как произойдет, конечно. Если он начал в 12 лет это делать, он себя изуродовал, у него просто остановился рост. А плюс, как он заработал, исправление линейных структур позвоночника. Потому что вот эта накачивая мускулатура, она со временем рассосется и пройдет, а вот дефекты позвоночника не рассосутся и не пройдут. Потому что здесь, возможно, какие-то такие неожиданные выбросы. Ну а за исключением вот этих вот приобретенных при жизни дел. Хорошо, на момент рождения в родильном доме одна из них заключается друг от друга или является точно угодным. Они еще никакого разнообразного личного опыта не получили. В пузе у мамы они были рядышком, условия там, как легко понять, совершенно одинаковые. Что для левого, что для правого. Вопрос, они копят друг друга или нет? Нет. А почему нет? С технической наук. С какого переполня? Да, точно как. А откуда берется то, что мы называем психикой? Вообще, на самом деле, это очень нехороший ход. Я лично очень не люблю, когда представители естественных наук, современные биологи часто этим грешат, даже очень уважаемые мной, очень хорошие люди, когда представители естественных наук начинают рассуждать психологию. Прямой перенос моделей из естественных наук в гуманитарные науки никогда не работает. Ровно как и обратно придется. Ну, бессмысленно ожидать гуманизма от электронов. Понимаете? Ровно так же бессмысленно брать естественно-научное представление, вешать гуманитарную плоскость. А вот это другое дело у нас. Нормально. Скажите, а мутационный процесс остановим или нет? Он совершенно не остановит. В принципе, не остановим. Мутация – это не какое-то редкое-редкое, случайное событие, которое происходит раз в год по праздникам. От них нет. За 9 месяцев беременности каждый из брезнецов получил порядка двух сотен мутаций. Скажите, а мутация – это закономерные изменения или случайные изменения? Ну, и с какой вероятностью они получат одинаковую мутацию? В одних и тех же генах. Да нет такой вероятности. Ну, просто нет математически. Такое число можно, конечно, и высчитать, процедуры есть. Но время существования Вселенной окажется просто недостаточно, чтобы эта вероятность реализовалась. Знаете, что? Так что абсолютно одинаковых организмов просто не бывает. Все немножко разные. Развращаемся в поле. Что имеем? Да, кстати, а может это только люди разные? А вот мухи все одинаковые. Или помидоры все одинаковые. Не, ребят. Это основа феномена жизни. Жизнь вообще не терпит одинаковости. Группа живых организмов, которые становятся очень похожи друг на друга, вымирают. Это просто самый верный путь к вымиранию стать очень похожими друг на друга, стать одинаковыми, потерять разнообразие. Это очень надежный путь к вымиранию. Причем в очень короткое эволюционное время. Полипы все немножко разные. По размеру, по скорости обмена, по массе признаков. Если мы считаем, что есть градации, есть такие пассионарные полипы, которые стремятся и за все все улучшатся. А есть такие вялые полипы, которые ни к чему не стремятся. Так вот они стремятся, 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 стремятся и улучшаются. Улучшаются, улучшаются. Что происходит? Они усложняются. И от этих пассионарных полипов происходят следующие живые существа, у которых уже можно различить отдельные органы, отдельные части тела, голову можно, пулу еще нужно. Все вообще становится понятно червям. Черви, опять же, не все одинаковые в смысле гротация. Часть из них вялая, они так и остаются червями, и их потомки черви, а часть такие с мощной гротацией, они градируют, градируют, градируют. И в результате, вот так, от класса в класс, от класса в класс, все более и более сложные, все более и более развитые живые существа. Происхождение классов. Ламарк объяснил градации. Прогрессивная поступательная эволюция. Когда каждое изменение, вот изменив обратную сторону, в этой схеме невозможно. Только вот так. Вверх, вперед. Кстати, а кто на герпут? Вон там, на самом герпуте. Человек, конечно. Но, но, моменту много креек. Так, вот они классы. А человек где? А человек вот здесь. А дело в том, что вот здесь существует сила, которая все это дело создала. Никогда не стоит путать две совершенно разные вещи. Идея эволюции и идея происхождения жизни. Это просто два абсолютно разных предмета. И целый ряд геологов, которые вообще являются последовательными, очень мощными эволюционистами, остаются религиозными людьми и считают, что мир создан, жизнь создана. Возможный вариант. Потому что идея создания и идея дальнейшего развития, это два совершенно разных, два разных вопроса. Хорошо. Вот это у нас живые организмы. Несколько раз, а не помню, не пущий, что это человек. Какую причину сюда попадают? Ну, есть, когда они читают святые цели. Единственный создан не просто создателем, а по образу и подобию его. Вот такое последнее дело, такой шедевр созидательный. Вот это происхождение класса Каламарка. Совершенно другую концепцию, по-настоящему интересную. Он предлагает тогда обсуждать вот такой вопрос. Хорошо. Вот, допустим, здесь класс рыбы. Все рыбы одинаковые на нашей планете. Откуда они разные взялись? Ведь предок градировал в сторону усложнения. Ну и должно было произойти, просто должно было произойти усложнение конструкции предка. Все более-менее одинаковые. С какого перепуга все становятся разными. Вот эта часть ламарковских идей получает название мехамоломаркизм. И вот здесь действительно масса метроверных холодных. У нас даже живет в праздности, я не знаю. А то, что с тем, что ты дарил в Мариане, а по полу, и он не имеет специальные жилья. А какая-то рыба уже как-то, мне не знаю. Не в Левод, а в Замках, а в Рамках. А какая-то рыба уже как-то... Опять же, такая ходовая ошибка. Скажите, пожалуйста, в северном или далеком скачки температуры, такие же, как на поверхности, на материке, или сверху другие? Да, ребят, в океане не могут быть таких скачков температуры. Это термостат гигантский. Плюс, скажут, может ли быть температура воды в океане минус 10? Минус 10. А почему не могут? А то же это уже не вода будет, а что будет? Вода должна быть влезать и влезать. Ну нет, это пресная вода при атмосферном давлении. Замерзнуть при нуле градусах. А морская вода, это рассол, причем рассол такой крутой, океаническая вода, горько-соленая, она даже не соленая, а горько-соленая, на полусолеченая. Поэтому она останется жидкой и при минус 1, при минус 1,5 при охлажденной воде. Ну, соль на улице сыпят, и при отрицательных температурах, что со льдом у вас под ногами. Финомены ровно так же сами. Замерзание рассол происходит при более низкой температуре. В полгии в пустыне Сахары на уровне песка может быть плюс 50, а рядышком в океане на глубине 1 метр. Плюс 50 бывает? Да хоть делитесь, больше чем плюс 25 не будет. Скачки температуры в океане, конечно, вложат. А в остальном мы правы. Конечно, приспособление к окружающему слою. Но это сейчас, тем более сейчас, через 200 лет после этих работ, кажется нам более-менее естественным. Намного сложнее придумать конкретный механизм, который позволяет живым существам меняться в ходе приспособления к окружающей слои. А Ламарк именно это. Как меняются живые организмы в ходе приспособления к разным слоям. Причем работал Ламарк на переднем крае современной ему науки. Конец 18-го, начало 19-го века. Скажите, пожалуйста, что известно в это время о работе и строении головного мозга? Конец 18-го, начало 19-го. Известно так, что это клеточное строение, то, что не одна система из клеток. Но правда, клеточная теория еще не сформулирована. Сам термин «клетка» еще не употребляется, поскольку до работы Шлейдена и Швана еще 30 клеток остается. То, что мозг, так же, как все остальные органы, из каких-то ячейчиков стоит, или, как тогда говорили, мешочков и осьминожек, потому что нервная клетка действительно на клетку вот такую огроменную, ну, совершенно не попадает. Больше всего, пожалуй, на осьминоз с одним непомерным чубом. Еще что известно? Как положено? Да, функция какая-то? Что это важная часть организма. А на основании чего считают, что это важная часть организма? А на основании, в смысле, в трупах. Скрытие трупов. Что, труп рассказывал, что... Нет, нет. Мы узнали, как выли, но... И вы знали, что детские... Если голову отрубить, то будет не очень хорошо. Вы знаете, если вам губы отрезать, то же будет не очень хорошо. Я уж не говорю, если вам отрезать часть живота. Следует ли из-за этого, что у всех этих органов одинаковая задырочка? Нет. Если, например, попадет стрела в живот, то никаких изменений не будет. Действительно не будет. Вы просто умрете, гарантированно. А дальше еще не будет. Не так быстро. А если... Да, очень небыстро и очень мучительно, поскольку у вас критонитом загрузится. А если в голову, то это моверная смерть. Вы знаете, если не в 1914 году, в Южной Африке, было такое событие. На известковом карьере маленький известняк для города Кельтона разрабатывали. Один из прорабов допустил чудовищную ошибку. Разрабатывали известняк взрывным метом. То есть сверлили маленькие такие дырочки, шуточки. Туда закладывали динамит. И после подрывали, за счет взрыва откалывались блоки, которые потом дробили. Отлично. И вот прораб решил проверить, заложен ли в шуфчике заряд. И полез вот шуфчик ломиком. По счастью, для него динамитной шашки там не было. Там был только капсул детонатор. То есть устройство, которое подрывает саму динамитную шашку. Но мощности взрыва оказалось достаточно, чтобы ломик из этого шуфа, как ядро из ушки, вылетел и попал ему на два пальца выше переносица. Вот эта точка. Прошел сквозь голову, срубив по дороге вот эту часть черепа. То есть все лобные доли мозга были снесены. Лобные кости отсутствовали, разрушение кромки темных костей и так далее. Человеку очень повезло. Дело в том, что в это время в Кейп-Тауне практиковал один из известнейших английских врачей, начатель нейрохирургии. Быстренько человек к нему в клинику доставили. Ну и дайте, пожалуйста, прогноз. Вы считаете, что стрела в голову, это моментальная смерть. Я говорю, у человека снесло вот эту часть черепа. Вместе с нами как разумеется. Прогноз ваш. Чего дальше человеку? Через четыре недели выписывался. Не потери памяти. Вообще он после этого прожил 48 лет. Правда, у него жестко испортился характер. Он стал совершенно нетерпим, абсолютно не мог контролировать свои эмоции. Рассорился в семье, разошелся, бросил семью, ушел с работы и остаться к жизни. Он поступил в цирковые балаганы, где просто за деньги он путешествовал по странам вместе с цирком и за деньги показывал свое родство. Дело в том, что кости черепа потом не зарастают, не травмируют. Это вот словно рука может срастись. А если у вас выпилен или изъят кусок костей черепа, у вас навсегда в этом месте останется дырка. Катеросверка, конечно, шрамовой тканью зарастет, а вот новая кость там никогда не образуется. Идея понятна? А в военной хирургии известное огромное количество случаев, там, я не знаю, сквозных ранений через голову. Сквозь голову пуля прошла, и человек остается жирным. Ну, правда, единственный случай, если она не задела мозговые желудочки, тогда гидроудары, все, разрушается одновременно. Ну, чтобы это всегда так бывает. Но считать, что чуть задел головной мозг, сразу помер, не стоит. Возвращаемся. Ну, как же примерно себе представьте, что узнали о головном мозге к началу 19-го? Ну, хотя бы задачки. Какие главные задачки? Да. Мы узнали некоторые части головного мозга, которые изучали за ту или иную функцию. А за какие функции? Переводим не прийти. Или дыхание. Например, двигательная функция рейки. То есть, вам кажется вполне естественно, что головной мозг считали управляющим центром. Управляют движениями, управляют речью. Чертов два. В медицинских трактатах еще 17-го века пишут, что задачки этой части тела, ну, просто совершенно не важны. А судя по тому, что очень много крови туда подходит, ну, внутренняя сонная артерия, они чуть тоньше мизинца. Две такие здоровые трубы уходят внутрь черепа. То есть, мозг перерабатывает очень много крови. Зачем нужно? Это холодильник. Он остужает кровь. Главная задача мозгов – остужать кровь. В печени кровь нагревается, а головной мозг остужает кровь, избавляет человека от горячки и от прочих болезненных симптомов. Идея о том, что головной мозг – это регулятор, возникает отнюдь не сразу, далеко не сразу. Хорошо, а уж идея нервного импульса – это вообще идея недавно. Что? Нервный импульс по своей природе – что за явление такое? Что из себя представляет нервный импульс? Ну да, короткое движение электрических зарядов. То есть, на самом деле, электрическая природа. А теперь скажите, пожалуйста, конец 18 века. Что у нас с сознанием электричества? Какие законы известны уже? Ага, но здесь в основном сидит младшая клипа, у которой физика, в частности электричество, еще в школе не началось. Но, должен я вам сказать, толкового представления о движении электрического тока даже в металлических проводниках в 18 веке еще нет. Основные законы как раз в это время и открываются, и формулируются. В частности, знаменитого опыта Вальта по имени этого исследователя, одна из единиц напряжения. Вот опыта с биоэлектричеством. Препаратик лягушки, декапитированная лягушка, то есть лягушка без головы, подвешенная на три ноги, и освобожден нерв, ведущий к ноге. Ну, если же лягушка без головы, какого-то сложного управления поведением, об этом речь не идет. Если взять пинцетик, одна веточка которого сделана из железа, а вторая веточка из неги, и вот таким биметаллическим пинцетиком ухватить нерв, то начинает делать эта лягушка. Дрыгать лапкой, к которой подведен этот нерв. Кто уже проходил физику и электричество? Ну-ка, объясните, что произошло. Итак, пинцет биметаллический, железо-медь. Захватили нерв лягушки, а чмолку дал на вытрубить. Ага, никто в школе электричества еще не проходил, включая стаж. Ребятки, а что такое бальчиковая батарейка, которая у вас уэриевая? Понятно, что это такая магическая палочка, если засунешь, то он играть не будет. А если неправильно засунешь, то он играть не будет. Скажите, а откуда там вообще берется электрический ток? Статическая? Это тогда вам пришлось бы ее тереть вот так. Просто не переставая, не отвлекаясь ни на одну секунду. И то тогда бы она не сгенерирует такое количество зарядок. Не, ребята, это химический источник, гальванический источник. Второй исследователь, гальвани, усовершенствовавший химический источник электрического тока. Хорошо, к чему все эти рассказы про электричество? Какое это отношение имеет к Ламарку и к теории эволюции? А вот как он. В Ламаркские времена, в те времена, когда он писал свой главный труд в философии зоологии, считалось, поскольку электрическая концепция сигнала тогда не могла быть исследована, недостаточно понимали электрические феномены, считалось, что головной мозг генерирует некоторую субстанцию сверхтекучую жидкость. Настолько тонкую, настолько легкую, что за все червы эксперименты не удается. И по тоненьким-тоненьким трубочкам эта жидкость растекается во все органы из головного мозга. Откуда берется представление о трубочках? А дело в том, что если вы возьмете нерв, неважно, человеческий или гушайчий, абсолютно неважно, нет нерв любого позвоночника. Ну а что окажется? Как ему сказано? Вот, собственно, кучок нервных волокон. А на него снаружи, вот так вот, намотаны толстые клетки, даже, в общем-то, рулонами. Называться они будут миелиновые клетки или швановские клетки. У них очень важная задачка. Дело в том, что с их участием скорость проведения нервного импульса увеличивается от одного до двух порядков. То есть, на самом деле, с участием швановских клеток скорость проведения можно увеличить от 10 до 100 раз. И если у вас есть нерв длиной 1 метр, то реально время будет затрачиваться на прохождение всего 1 сантиметра. То есть, роль этой системы очень влекает. Сами волокна, сами аксончики прозрачны. Если их не прокрашивать специальными окрасителями, они выглядят как тончайшие стеклянные нити. А вот швановские клетки не прозрачны. Ну а теперь, если мы под не очень хорошим микроскопом 18 века, засовываем препарат нерва, что мы видим? А мы видим трубу. Мы видим вот эти оболочки, а то, что там внутри кучок идет, мы видим или не видим? Но кучок прозрачный. Видим трубу, от которого растутся ветвящиеся трубы. То какая идея приходит убогу? Что-то по этим трубам течет. Вот эту субстанцию, которую выделяет головной мозг, то временно звали флюидим. Итак, от головного мозга, ко всем органам тела, расстроится флюид. И Ламарк делает следующее предположение. Если орган упражняется многим, часто и много работает, это требует большого количества флюида. Приток флюида к органу увеличивается, и по действию флюида орган разрастается, увеличивается, усложняется и так далее. А если орган ленится, если он просто мало работает, то что будет происходить? Организм не будет расходовать дефицитный флюид на того, кто не работает. Поток флюида ослабевает. Что без флюида с органами? Деградация. Уменьшается, хереет и в конечном итоге упрощается. А если из поколения в поколение, а так, то вообще исчезнет. И на основе этого хозяйства Ламарк разработал свою картинку происхождения разнообразия внутри класса. А после посмотрим, а что же новенького дедушка Дарвина в эту систему внес. По какой причине Ламарк никогда не становится, ну таким, ведущим представителем эволюционизма, не в общественном сознании, не для науки. А в здаром ситуация прям противоположная. Продолжение следует...